Ворон распускает крылья и запускает киномарафон. Одна из точек в маршруте по Дальнему Востоку, Южно-Сахалинск. Организаторы приехали с картиной «Там, где танцуют стерхи». Сегодня мы открываем кинопоказ. Мы будем показывать победителя 8-го кинофестиваля «Золотой ворон». Картина «Там, где танцуют стерхи». Фестивальный хит обладателя гран-при нашего кинофестиваля. Картина родом из Якутии. Замечательная семейная картина про мальчика, который хочет воссоединения своей семьи. Очень трогательная, лирическая картина. Михаил Лукачевский – режиссер фильма «Победителя». За основу он взял автобиографическую повесть Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Своей стилистикой фильм уносит зрителя в атмосферу советского кино. Причина – искренность, справедливость и воспитание героев ленты. Дело в том, что то, что делает сегодня кинематограф Саха – это отголосок забытого великого советского кинематографа. Они сами могут возражать по этому поводу, но они берут вот эти практики старые и снимают очень честное, светлое кино. Почему у них это получается? Потому что, а, они не живут, они не оторваны от почвы, если так пафосно выражаться, потому что многие из них ездят к своим дедушкам-бабушкам, а кто-то и вырос в этих дальних улусах якутских. И когда они начинают снимать деревню, когда они начинают снимать свой город, они делают это с любовью. В фильме «Там, где танцуют стерхи» зрители находят внутреннюю силу духа, любовь к ближнему и исполнение желаний. Мне кажется, что самый большой вызов, который стоит перед российскими кинематографистами, не только режиссерами, а вообще, я бы сказал, создателями кино, продюсерами, авторами, это поиск истории, поиск своего героя, который бы точно попал в сердце зрителям. В сердце фестиваля в городе Анадырь, но «Золотой ворон» путешествует по всей России. Это заслуга федеральных программ и правительства чукотской автономии. Киномарафон, в частности, проходил в этом году по 30 апреля 2024 года. На данный момент идет подсчет статистика по количеству людей, которые посмотрели, но уже можно сказать, что это более 20 тысяч человек, более 30 регионов, и огромное количество кинопоказов по всей России, которые посмотрели фильмы, участники кинофестиваля. В 2025 году, весной, пройдет 9-й арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Команда вновь отправится с киномарафоном по России, а это повод ждать новую работу на больших экранах страны. Вот это был один из них.